Итак, сегодня мы поговорим о таком, на первый взгляд, достаточно простом вопросе оценка интенсивности боли, но с другой стороны нередко возникают некоторые трудности. Попробуем их разрешить вот таким путем. Начну с определения боли. Боль это неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей, или схожее с таковым повреждением. Но вот исходя из этого определения, мы сегодня работаем с таким вопросом, как боль. Оно не сильно отличается от предыдущего, достаточно общее, и поэтому каждый раз, когда мы говорим, когда мы начинаем говорить в академическом смысле об этой проблеме, нам нужно какие-то отдельные вопросы несколько, ну, уточнять, скажем так. И давайте вспомним, какие характеристики боли на сегодняшний день нам известны, чем мы пользуемся, каким образом мы подходим к пациенту, который жалуется на боль, что мы можем вообще охарактеризовать в этом состоянии. Ну, вот начинается все, конечно, с интенсивности, прежде всего нас интересует это, насколько сильно насильны эти ощущения, сколько сильно беспокоят эти ощущения нашего пациента, но об этом мы будем продолжать на протяжении всей нашей встречи. Конечно, локализация тоже играет важнейшую роль, потому что как только пациент указывает, показывает или на словах пытается объяснить, где находятся болевые ощущения, мы приступаем к так называемому альгомоделированию. Мы пытаемся представить, что же может беспокоить, откуда источник болевых ощущений, ну, и вот этим альгомоделированием мы пытаемся понять вообще все разнообразие причин, которые мог быть в данном случае. Продолжительность нас интересует в связи со следующим. Конечно, с детских лет у каждого свой опыт в этом отношении, но тем не менее, с детских лет мы привыкли к тому, что боль появляется вдруг неожиданно в связи с какими-то обстоятельствами. Это либо воздействие высокой температуры, либо какое-то механическое сильное воздействие, но тем не менее, в подавляющем большинстве случаев болевые ощущения сами по себе проходят. Вот к этому мы привыкли, и на основании этого опыта живет каждый человек. Он понимает, что-то заболело, что-то должно пройти. Даже боль в горле. Да, бывает ангина, боль может быть очень-очень интенсивной, практически невозможно глотать, но тем не менее, несколько дней и все приходит, ну, если не в норму, то близко к норме. Таким образом, ожидания любого пациента, конечно, они вот такого рода. Но в каких-то случаях возникают, срабатывают механизмы, которые задерживают болевые ощущения, и тогда мы боль, боли придаем дополнительную категорию. Она из острой боли превращается в хроническую. И это очень важный такой момент жизни пациента, нашего отношения к болевому синдрому, нашего отношения к тому, что мы будем говорить нашему пациенту. Ну, это отдельный вопрос. Заканчивая фразу, конечно, мы должны уже говорить, что пациенты, что процесс сангинеза неэффективный, нам нужно предпринимать какие-то особые усилия. Но вот здесь вот я остановлюсь, потому что это не тема сегодняшнего нашего сделка. Близко к продолжительности находится динамика ощущений, поскольку если болевой синдром не имеет какой-то серьезной динамики, то нужно понимать, что существующая проблема, она действительно не подвергается никакого воздействия. Ну и как? Какой минимум, что ли, заключение? Можно говорить о том, что при серьезной длительности болевого синдрома, скажем, в год, несколько лет, понятно, что речь не идет о патологическом заболевании, что очень важно для каждого пациента. Другие варианты. Ну, мы даже сегодня еще посмотрим, какие бывают варианты динамики ощущений. Специфика ощущений. Очень важная характеристика боли. Да, в большинстве случаев это боль либо острая, там режущая, колющая, простреливающая, еще какая-то, или ноющая, тупая. Но на этом все не останавливается. Есть очень важные характеристики, такие как, например, пульсирующая боль, достаточно точный признак воспаления. Жгучая боль. Это признак того, что активируются ванилоидные рецепторы первого типа, и нужно разбираться в ситуации, почему вдруг они стали быть активными, скажем так. На какие условия сработали, а главное, что это путь к тому, чтобы помочь нашему пациенту. Ассоциированные симптомы. Мы всегда спрашиваем у пациента с болью, что было, какие еще симптомы возникают вместе с болью. Ну, скажем, например, какая-нибудь аура перед приступом мигрени. Вот пример такой ассоциированных симптом. Ну, и, конечно, в своемосвязи. Взаемосвязи с другими процессами. Это может быть движение, это может быть физиологическое отправление, это может быть прием пищи, это может быть переохлаждение. И некоторые другие процессы, которые очень важно выяснить для того, чтобы сформировать полное представление о болевом синдроме. Ну, а главное, конечно, попытаться понять причину, генетические механизмы и, наконец, выйти на лечение. Но самой главной проблемой является, конечно, субъективность ощущения. С одной стороны, мы даже не можем проверить нашего пациента, а не вводит ли он нас в заблуждение по каким-то своим основаниям. Но обычно это все-таки не так. И подавляющее большинство, опять же, пациентов, если жалуются на боль, то она реально присутствует. В какой-то степени в стороне стоят болевые ощущения, вызванные патологической работой структур головного мозга в рамках состояния, ну, которое мы называем, да, какие-то когнитивно-мнистические нарушения, там, шизофрения, еще какие-то вопросы. Здесь нам немного сложно, и помощь психиатра откровенно нам нужна. Не нам, нашему пациенту, а нам нужно его заключить. Во всех остальных вариантах и всех остальных вариантах болевых синдромов, конечно, у нас есть возможность. Мы достаточно хорошо и вооружены, и достаточный объем знаний на сегодняшний день имеется, чтобы все-таки попробовать, чтобы выяснить все-таки, что за проблема лежит в основе и как ему помочь. И насколько велика вероятность того, что пациент, ну, пользуясь субъективностью, может немного приукрасить, даже где-то приврать. И все-таки, да, субъективность ощущений. Вот мы не можем увидеть, мы не можем потрогать вот это вот состояние, да, боли. И поэтому нам нужно использовать собственный опыт, опыт врача. В конце концов, вот это альгомоделирование на основе наших знаний, нашего опыта тоже позволяет нам серьезно продвинуться вперед в понимании проблемы у каждого пациента. Тем не менее, до конца это невозможно сделать, тем более, что некоторые пациенты умудряются использовать такие слова для объяснения своего состояния, которые, ну, невозможно даже приложить вот к какой-то практическому, к собственной практике, скажем так. Когда они повторяются, это уже становится значительно легче. Уже можно сказать, ага, у меня был уже такой пациент, значит, действительно, какой-то вариант ощущений не описанных в качестве стандартного, в качестве какого-то, на что можно полагаться, да, но все-таки вот что-то встречается. Действительно, это так. Что ж, давайте поговорим уже действительно о самой интенсивности боли. И прежде чем перейти к инструментам определения интенсивности боли, вспомним, что не всегда легко сказать даже, когда нужно определять эту интенсивность боли. Вот моменты определения боли не всегда понятны. Дело в том, что, как представлено на данном слайде, вы видите здесь фрагмент из шкалы Payne Detect. Ну, я решил разнообразить наше представление и понимание об этой шкале, видите, на китайском языке. Ну, это в качестве, конечно, такой шутки. Но здесь важны вот эти графики, которые как раз показывают динамику интенсивности боли на протяжении какого-то периода. Ну, обычно речь идет о сутках. И вот первый случай, когда имеет место постоянная боль с какой-то интенсивностью, которая подвергается незначительным изменениям на протяжении сутки, это, конечно, самый легкий вариант для определения интенсивности ее, потому что пациентам просто спрашивают, насколько сильно она болит. И он вот с помощью тех инструментов, которые мы предлагаем, пытается объяснить, да, у меня вот такая интенсивность боли. Но второй вариант, третий вариант, и особенно четвертый вариант, это гораздо более сложные вещи, потому что, ну вот сразу появляются какие-то пиковые значения интенсивности боли. Есть минимальные значения на третьем графике сверху. Мы можем увидеть, что, в общем-то, большую часть времени в течение суток боль вообще отсутствует. Третий, четвертый график говорит о том, что боль вообще вот постоянно находится в какой-то динамике. Все время есть какие-то пиковые значения, какие-то минимальные значения. День ото дня не приходится. Ну, и это для анализа представляет, конечно, наибольшую сложность. И вот в связи с этим мы должны предложить пациенту какой-то алгоритм. А главное, этот алгоритм должен понять и нам, и мы должны иметь возможность использовать его в своей практической деятельности. Ну, если говорить про постоянную боль. Итак, мы оцениваем. Конечно, интенсивность боли в покое. Самый, в общем-то, такой понятный и для пациента, и для нас момент определения и параметр интенсивности боли. То есть, это боль, относительно которой, в общем-то, строится и все остальное. То есть, по отношению к этой точке пациент оценивает в других точках интенсивность боли. Ну, и для нас тоже является такой опорой. Вот это интенсивность боли в покое. Я думаю, что вот берется в основу. Интенсивность боли в движении – обязательный параметр для оценки, особенно для послеоперационной боли, потому что именно вот этот параметр, он характеризует способность к мобилизации. То есть, есть ли иммобилизация, насколько обезбвижен пациент. Второе – способность к глубокому вдоху, то есть к нормальному дыханию. Отсутствие такового может приводить к различным осложнениям со стороны дыхательной системы, как мы это хорошо знаем. Если значительные колебания во время суток происходят и большая часть времени, в общем, болевые ощущения присутствуют, вдруг есть какие-то пики, важно знать максимальную интенсивность боли за прошедшие сутки. Ну и, уходя немного в сторону, понятно, что мы будем и оценивать, с чем связано вот это возрастание интенсивности боли. Минимальная интенсивность боли важна для понимания, насколько пациент имеет возможность отдохнуть от такого тягостного состояния, как боль. То есть, имеется ли возможность спать пациенту, имеется ли возможность просто посреди дня, выполнив хоть какую-то там работу с ощущениями боли, взять передохнуть. И это, опять же, обязательно откладывает отпечаток на наши планы, на нашу лечебную программу и на схему обезболивания. Ну и условно средняя интенсивность боли за сутки. В случае, да, это упрощение, безусловно, да, это, ну вот пациент нам должен, опять же, абстрагироваться и сказать, а что это такое в условиях, когда идет резкое, значительное колебание, то в этом случае пациент все-таки должен указать. Но, опять же, для нас это очень важно. Если пациент среднюю боль указывает как все-таки слабую, ну, тогда и понятно, что страдания, они, хотя и имеют место, но, по крайней мере, терпимы, да. Но если он среднюю указывает достаточно высоко, то здесь нужно понимать, что это как раз отражение, в отличие от максимальной боли, которая все-таки чем-то обусловлена, какой-то процесс, значит, сопутствующий происходит, то вот средняя интенсивность боли важна именно для понимания, насколько интенсивно мы должны вот прямо начинать лечение, ну и продолжать, если пациент обращается повторно. Ну вот на слайде показана работа, в которой сделано заключение, что интенсивность боли в покое движение имеет разное значение для послеоперационного периода. Это в догонку по разговору на предыдущем слайде, то есть это не просто идея, которая, ну, исходит из, я не знаю, лично из моих уст, или из какой-то группы специалистов, которые занимаются хронической боли. Это уже, в общем, понятие такое, уже устоявшееся в практической работе. Каким образом мы можем определить интенсивность боли? Здесь нужно понимать следующее, что в основе оценки интенсивности боли лежат абстрактные модели. Это достаточно непросто для пациента, который, например, первый раз встречается с таким вопросом, и первый раз приходится достаточно много времени уделять для того, чтобы пояснить, что же означает вот тот метод, который мы предлагаем. Это касается и вот этой вот линии, разделенной на 100 частей, или это смайлики, эмодзи, но все равно это абстракция какая-то. Тем не менее, вот в таких условиях нам приходится осуществлять свою профессиональную деятельность. И, в общем, мы должны действительно еще и понимать, насколько пациент понял то, что мы хотим. Ну, не могу забыть, какую пациентку, подойдя к которой и спросив, насколько интенсивно у нее болит по 10-бальной шкале, назвал цифру 8. Ну, понятно, что нужна быстрая реакция, достаточно после концу на периоде. 8 баллов, это сильная боль, и нужно немедленно ее тупировать, но, глядя на ее спокойное лицо, я все-таки переспросил, мы будем ли сейчас обезболивать, на что она сказала, нет, сейчас не нужно. Ну, то есть стало понятно, что, в общем, мы поговорили о каких-то разных вещах. Ну, хорошо, вернемся к шкалам для взрослых. Итак, абстрактная модель, это все началось с обычной линии, она, может быть, нарисована должна быть, да, в данном случае абстрактная модель, это линия нарисованная и разделенная на 100 частей. При этом, понятно, что 100 частей это проценты, это доли, то есть это относительная шкала. И вот в рамках этой линии пациент должен указать, насколько интенсивно его ощущение при условии, что с одной стороны крайняя точка этой линии обозначает отсутствие боли, полное отсутствие боли, да, отсутствие такой жалобы. А другая крайняя точка, обычно справа от пациента, это боль, которую нужно представить как максимально возможную. И вот, насколько пациент поймет эту абстракцию, настолько точно будет и исследование. Понятно, что это взрослый, интеллектуально развитый человек, на первый раз даже здесь бывают трудности. Ну, а потом дело доходит до того, что, ну, как-то у меня пациент, когда я спросил, ну, первый раз я его увидел, спросил, насколько сильно у него болит, он сказал, да, у меня там на 8 баллов, потому что меня уже обучили, вот, используя данные. Ну, 8 я уже, конечно, слишком высокую цифру, там было поменьше, где-то баллов 5, потому что он, в общем-то, говорил спокойно. Начал мне объяснять, что его обучили, и он теперь пользуется этой шкалой и, в общем-то, понимает, о чем идет речь. Ну, еще один важный вопрос, который бы я хотел, на котором я хотел снизиться именно на этом слайде. Все-таки нужно понимать, что это относительная шкала, и единица измерения здесь условная единица, ну, или балл, как уж нам в этом отношении, наверное, может где-то легче и понятнее использовать. Так вот, балл равняется 1% длины линии, поэтому линия не обязательно должна быть 10 см, она может быть, в принципе, какой угодно длины, либо пациент видел ее размер, чтобы это было все на глазах. Даже если вы хотите определить достаточно точно и зафиксировать это на бумаге, можно чертить любую линию, дальше пациент ставит какую-то галочку или метку, насколько интенсивно я имею в виду относительно крайних точек, и дальше с помощью линейки определяется истинная длина линии и рассчитываются вот эти вот отрезки, отмеренные самим пациентом, и таким образом отрезок от нулевой точки до метки рассчитывается сначала в абсолютной единице длины, а потом рассчитывается в долях, то есть в процентах. И как иногда даже в научных статьях проходит вот эта вот идея о том, что боль измеряется в сантиметрах, ну тогда понятно, что линия 10-сантиметровая именно, ну и все-таки давайте боль измеряем в баллах или в сантиметрах. На представленной слайде вы видите самую простую из имеющихся инструментов, называется визуально-аналоговая шкала, вы видите здесь просто прямая линия с двумя крайними точками. И вот такой инструмент предъявляется нашему пациенту, который может обозначить на этой точке интенсивность своей боли, то есть приблизительно здесь он говорит, ну вот 50% от максимально возможно, где-то здесь. Понятно, что смещение идет вправо, то это значит более интенсивная боль, чем 50% от максимально возможно, где-то здесь. Но иногда пациенты, к сожалению, говорят, что боль такая, что ну невозможно больше уже, даже себе представить невозможно, да, 10 баллов. Чуть ниже представлена облегченная для понимания шкала, поскольку она имеет разную цветовую гамму и увеличивается та часть, которая направлена к сторону максимальной боли, она увеличивается высотой. Таким образом, опять же, пациенту кому-то легче воспринять такой вариант визуально-аналоговой шкалы, он будет отмечать интенсивность боли. Ну вот каким-то, с другим, с другой эмоцией, с другим эмоциональным компонентом, эта обстактная модель будет по-другому воспринимать, и возможно это будет ему легче. Ну, надо сказать, что визуально-аналоговая шкала – это шкала, которая предъявляется пациенту. Если мы говорим о шкале, которая представлена в виде такого инструмента в руках, то на обратной стороне будет обязательно шкала цифровая уже. Ну, если это просто линия на бумаге, то, понятно, дальше идет вход обычной ученической линейкой. Таким образом, мы те, тот результат, те данные, которые получены от пациента, преобразуем. Преобразуем мы в шкалу визуально-цифровую. Поэтому для врача будет вот такая цифра. В клинической работе можно использовать сразу визуально-цифровую шкалу. Тогда и для пациента, и для врача будет вид такой, который представлен здесь на слайде. Это, опять же, линия с метками от 0 до 10. Внизу указывается шкала еще и с изменением цветовой гаммы в сторону красного, как бы наиболее такого активно кричащего цвета. Таким образом, пациент может использовать и вот эту шкалу. Надо сказать, что визуально-цифровая шкала является синонимом цифровой рейтинговой шкалы. Цифровой рейтинговой шкалы и вот в клинических рекомендациях, или проекте, точнее, клинических рекомендаций по послеоперационному сбору, которые сегодня существуют, указывается именно эта шкала. И на английском языке тоже, как бы, она звучит именно таким образом. Все это синонимы, как мы понимаем, да, это все-таки, это линия, на которой указаны цифры. Для скорости оценки, для упрощения, в общем-то, какого-то, можно использовать так называемую вербально-цифровую шкалу, когда на словах пациенту объясняется, что нужно сделать. Вот нужно представить пациенту, абстрагироваться, вот эту вот шкалу, линейку с цифрами от нуля до десяти и попробовать определиться, где он хотел бы словами установить свою метку. Таким образом, также оценивается интенсивность боли. По современным представлениям, эти все шкалы не имеют какого-либо преимущества перед собой, поэтому можно использовать как удобно. В том и ином случае. Что ж, коллеги, вот мы поговорили о шкалах, которые используются у взрослых пациентов с нормальными интеллектуально-магнистическими функциями, ненарушенными, которые способны создавать какие-то абстрактные модели, если первые встречаются с таким вопросом. Ну, а повторять, конечно, всегда легче, если уже такая оценка кем-то когда-то у них производилась. С детьми, конечно, ситуация гораздо более сложная. Разный возраст, разная способность к абстрактированию, разные эмоциональные составляющие у детей. Ну, вот и с этим специалисты в вопросах оценки предложили несколько иные подходы. А подходы основаны частично на каких-то объективных параметрах. Мы увидим шкалы, которые используют и для оценки движения, частота движения, интенсивность движения, систолическое артериальное давление. Сейчас мы посмотрим на каждую из этих шкал. Есть шкалы, которые используют эмоциональный компонент у ребенка. Все-таки понятно, что сначала появляются эмоции, а потом уже целенаправленная речь. И поэтому мы говорим о том, что хотя есть рекомендации для шкал, что они используются в определенном возрасте, тем не менее нужно понимать, что если ребенок более развитый, то можно использовать шкалы для более старшего возраста. Особенно на границе этих возрастов, если все-таки интеллектуальная составляющая ребенка более низкая, тогда можно опуститься до тех шкал, которые требуются для детей более младшего возраста. Что здесь важно понимать, когда мы используем шкалы для детей? Конечно, не оценивая интенсивность боли напрямую. В зависимости от возраста, мы понимаем, что ребенок не всегда может сказать, насколько больно. Больно, да, произнести, ну, может быть, какие-то движения нам покажут. Ну, а чаще всего все-таки эти шкалы оценивают возбуждение или напряжение стрессом по себе. И отсюда, в связи с пониманием, что за страдания лежат в основе, мы можем говорить о том, что все-таки, где-то, предположительно, мы можем говорить о том, что все-таки речь идет о именно болевых ощущениях, которые отражаются на лепутативном статусе. Ну, еще на какие-то показатели. Здесь же хотелось бы отметить о том, что шкалы для детей могут быть использованы у взрослых, особенно у тех, у кого есть когнитивные нарушения, например, какая-нибудь семейная деменция. Ну, не полная до разрушения личности, но какая-то там, может быть, у лиц с шизофренией. Ну, и с другой стороны, опять же, взрослый человек, находящийся на ИВЛ, тоже требует оценки, и опять же, вот такие, такого рода шкалы могут быть использованы. Начнемся с лицевой шкалы. Вон Бейкер. Называется она категориально рейтинговая. Ну, напомню, рейтинги – это слова, которым присвоены цифровые значения, и поэтому здесь вот прямо и указано, что не болит это ноль, немножко болит один, более сильно, и лица нам позволяют спросить у ребенка как бы эмоциональный статус относительно своих ощущений. Ну, таким образом, в общем, сориентироваться, что происходит, насколько это беспокоит ребенка. Более такая усовершенствованная, прошу прощения, здесь не совсем точно, шкала ППСР, после ревизии, если дословно переводить, она десятибальная, и оценка происходит, ну, таким образом, чтобы было ближе к шкалам, используемым взрослым, да, какой-то визуально аналоговый или другой виду шкалы, поэтому вот в этой шкале ППСР указываются цифры 0, 2, 4, 6, 8, 10. А вот другие шкалы, которые будут представлены дальше на слайдах, они основываются на каких-то более объективных критериях, ну, и начну со шкалы ФЛАК. Вот русскоязычная ее версия. Эта шкала предназначена для использования до 7 лет, ну, опять же, я говорю, что 7 лет это переходный период, кто-то может лицевой шкалой обозначить свое состояние с детей, кто-то, может быть, даже, вряд ли, но все-таки может быть какая-то аналоговая шкала, может быть, или цифровая шкала, ну, и все-таки в шкале ФЛАК участвуют в анализе это состояние лица, улыбка, неопределенное выражение, гримаса, сдвинутие с бровей, замки с неправильным интересом, или частое постоянное дрожание подбородки, сжимание челюстей, понятно, что для детей совсем маленьких. И здесь каждому состоянию придается количество баллов от нуля до двух, это же касается и всех остальных параметров, участвует оценка движений ног, именно ног, вообще движений, плача, и, ну, вот насколько поддается успокоение, то есть если просто эмоционально выраженный компонент, когда ребенок просто беспокоится на чужого человека, таким образом, придание по каждому параметру какое-то количество баллов, затем суммируется, ну, и мы видим, что максимальное количество баллов, которое может быть определено, это 10, что приближает интерпретацию к тем шкалам, которые используются у другого, знаете, 10-балльный шкал. Шкала Крайс используется у недоношенных и до 6-месячного возраста, ну, очевидно, что у новорожденных это тоже может использоваться до 6-месячного возраста, и, я имею в виду, в 40-й неделе регистрации. Что здесь подвергается анализу? Это плач, это потребность кислорода, это гемодинамические параметры, это вид лица, ну, и влияние состояния массового. Таким образом, по каждому из параметров также присваивается некое количество баллов от 0 до 2, суммируется, и опять мы в максимальном варианте получаем 10-балльную шкалу. Ну, вот так интересно, что в качестве вроде бы оценки боли используется потребность кислорода. Но мы тоже должны понимать, конечно, что это не прямое влияние на боли или отражение боли, а именно напряжение и какие-то допуски здесь, конечно, нет места. Калачопс. Здесь, опять же, присутствует много объективных критериев, но есть и вербальный ответ, что заставляет ограничиваться, что представляет собой ограничение для использования, поэтому мы говорим о том, что такая шкала используется с года до 7 лет. Но максимальный баллов здесь 14, конечно, немного сразу сложнее, потому что есть 10-балльная шкала, она более понятна, 14 баллов это все-таки уже несколько, как-то надо себе представить, получается, что такую вот шкалу нужно переводить сначала визуально аналоговую, а потом перерассчитывать цифровую, ну а потом уже категорияльную. Сейчас категорияльно найдем. Да, чуть-чуть сложно, но большое количество объективных критериев в общем позволяет нам достаточно эффективно ее использовать. Ну вот шкала как раз попроще, объективная шкала боли для того же периода, оптимизирована предыдущая шкала, потому что здесь уже мы можем увидеть, что максимальное количество баллов 10, ну а с 10 баллов, наша оценка в объеме 10 баллов более понятна. Шкала комфорт позволяет оценить состояние такой тревожности, ну а если подозревается состояние с ощущением боли, то это тоже как раз это тот лист показаний использования такой шкалы. Вы видите, новорожденные на ИВЛ первичные показания, но понятно, что и другие группы на детей на ИВЛ, ну и где-то напрямую, конечно, на взрослых пациентов переносить это нельзя, но тем не менее те параметры, которые здесь затрагиваются, частично могут быть хотя бы и качественно использованы для пациентов на ИВЛ в принципе. Ну а это следующая большая работа для создания эвалидированной шкалы для взрослых пациентов ИВЛ, хотя они существуют. Суммарное значение здесь достаточно такое своеобразное, 26, а вот 26, от 17 до 26, когда количество баллов выбирается в диапазоне от 17 до 26, мы говорим о том, что имеет место эффективная ситуация и обезболивания. Коллеги, я не вижу смысла останавливаться подробно на каждой строчке, здесь если посмотреть, прочесть, в общем, все здесь, по-моему, достаточно понятно, каким образом и в каких случаях присваивается тот или иной балкон данной шкале. Ну вот, что я еще не сказал, что последние четыре шкалы это шкалы, которые используются в послеоперационном периоде для оценки боли у детей. в следующие варианты шкал вот здесь представлено категориально рейтинговая шкала, когда используется и категории какие-то слова для того, чтобы чтобы слова, как ответ пациента на вопрос, насколько болит, ну и здесь же представлена и интерпретация этих слов, то есть рейтинги переводятся в категории, ну и дальше дальнейшая обработка этой информации позволяет нам сформулировать дальнейшие наши действия. Вы видите здесь серию смайликов эмодзи, которые изменяются и цветом, и цифровой шкале, ну и, конечно, реальной шкале и таким образом такая вот шкала, имеющая несколько возможностей оценить свое состояние для человека, может быть признана такая тоже достаточно эффективной, хотя и хочется сказать, что должно быть более эффективно. На самом деле это не совсем так, поскольку дополнительная информация может даже сбивать кого-то, поэтому нет доказательств того, что вот эта шкала лучше, чем какие-то шкалы другие. Нужно использовать в своей работе, конечно, то, что с чем вы знакомы в большей степени, с чем умеете пользоваться и понятно, что вот когда идет объяснение пациенту, что вы хотите получить, тоже ваши объяснения, они через какое-то время использования становятся достаточно стандартными, вы видите, что наиболее понятно пациенту, в каком виде сказанном, таким образом формируется такая рабочая единица пациент и врач в рамках оценки интенсивности воли. Наконец, самое интересное во всем этом то, что при использовании любой шкалы мы все равно интерпретацию подводим, в рамках интерпретации результат подводим в категориальной шкале. Понятно, что это относительно абстрактная шкала, но она оказывается более понимаемой пациентом и в каких-то случаях она даже ускоряет в общем наше понимание состояния пациента и наши действия дальнейшие по подбору схемы обезболия, поскольку категориальная шкала имеет прямое отношение к подбору схемы обезболия. На представленном слайде вы видите категориальную шкалу оценки боли, в которой есть показатель нет боли, но вообще боль делится на слабую, умеренную боль и сильную боль. Криническая работа вполне допустимо разговаривать не в научном контексте, а в чисто практическом для того, чтобы быстро оценить насколько эффективно обезболивающие терапии, насколько высока это сильная боли. Вот для тех пациентов, с которыми находящихся сложно работать, с кем сложно работать, но находящихся в какой-то умеренной седации, например, в послеоперационном периоде, или которые уже принимают препараты, воздействующие на когнитивные функции, например, высокая доза антиконгульсантов, сочетаемая с антидепрессантами, сочетаемая с опиоидными анагнитиками, конечно, способность, когнитивные способности пациента значимо снижаются, и вот особенно в этих случаях можно вообще задавать вопросы, насколько интенсивна наша боль вот в рамках такой шкалы. Сильная боль, слабая боль, или какое-то промежуточное значение. Ну и как я уже произнес, да, вот этот вот интерес, что ли, почему он произнес, сказал, что все достаточно интересно и в том аспекте, что мы переводим все наши, в общем, всю нашу работу, все наши возможности в оценке интенсивности боли к категориальной шкале. Дело в том, что у нас существует с 1986 года аналитическая лестница ВОЗ, в основе которой лежит именно категориальная шкала интенсивности боли, и наши назначения, они происходят в результате выявления интенсивности боли, которая как раз и выражается в виде либо слабой боли, либо умеренной боли, либо сильной. Ну, что делать в этом случае, мы хорошо знаем, аналитическая лестница ВОЗ изначально была предложена для онкологических пациентов, затем этот принцип стал использоваться в послеоперационном периоде, и на сегодняшний день мы имеем, как только мы определились с интенсивностью боли по категориальной шкале, мы имеем возможности, ну, соответственно, этому слайду или какому-то другому, слайд на самом деле взят из интернета, поэтому здесь какие-то конкретные препараты случайный выбор абсолютно, каждый раз это можно решать, естественно, по-своему, но смысл заключается в том, что при боли слабой интенсивности можно назначить неопиоидный энергетик плюсовиоанной терапии, если вы посчитаете нужным, а главное, что такая терапия будет абсолютно эффективной, надо сказать, что, исходя из опыта, мы знаем, только слабую боль мы можем перевести в значение ноль, а вот умеренную сильную боль, да, есть пациенты уникальные, я считаю, пациенты немного, когда сильные боли, мы хоть доходим с помощью фармакотерапии, да, значение этой сильности боли равное нулю, но все-таки, когда речь идет о хронических заболеваниях, о хроническом течении болевого синдрома, здесь наша задача как раз обеспечить улучшение качества жизни, переводя умеренную боль и сильную боль в слабую боль. Что ж, коллеги, таким образом мы можем сделать вот такое заключение, что оценка интенсивности боли является важнейшим компонентом работы с пациентом, и после, особенно после операции мы с вами все-таки анестезиологи и поскольку послеоперационная боль развивается в результате срабатывания множества механизмов, а подходов сегодня к подбору схемы обезболивания на основе механизмов влеченных развития боли пока не существует, то мы вынуждены использовать вот это правило которое было на предыдущем слайде лестницу обезболивания ГОСТ и интенсивную боль мы лечим конечно мощными опиоидными анальгетиками с добавлениями каких-то препаратов, ну а умеренную боль слабыми опиоидами и слабый боль конечно для того, чтобы не послеоперационного периода и для того, чтобы не получить прорыв боли до высоких значений мы конечно профилактируем вот это состояние с помощью ПВС ну и второе положение оценка боли должна быть выполнена с помощью понимаемого пациентом метода ну пример я взрослого человека рассказал понятно что в детстве педиатрической практики более сложный вариант можно попробовать одну другую шкалу и ну затем конечно надо не забывать еще одно правило что если вы использовали оценки боли одну шкалу то при следующей оценке нужно использовать ту же шкалу камеры для того чтобы не путать самого пациента и вам будет сложно ориентироваться если вы вспомните ах да нужно было что-то по-другому лучше оставаться в рамках того же того же метода и таким образом интенсивность боли будет вами контролируема уважаемые коллеги спасибо за внимание я попробую ответить на ваши вопросы спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...